привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет интересный повод для ролика мы поедем в портабелло портабелло переводится как красивая бухта а вот историю этой бухты я вам расскажу уже в процессе съемок тем более что бухта примечательно тем что в ней похоронен дрейк знаменитый пират плюс сегодня будет религиозный местный праздник на которой съезжаются люди со всей латинской америки называется он кристо негро что переводится как черный кристос мы тоже были впечатлены едем мы еще туда заодно снять деньги и затем а потому что в линтон-бэй марина это сделать нельзя расстояние до порта портабелло 17 километров то есть мы попробуем взять автобус и туда поехать заодно покажем как там что там там два форта прикольных расскажем их историю и посмотрим на праздник а с учетом того что все это происходит в период к вида здесь какие-то супер страшные ограничения никого не пускают никого не выпускают тем более на этот кристо негро люди идут пешком с самой панама сити иногда с колонной последних несколько километров идут на коленях где-то это видел но я хочу сказать сразу что я человек совершенно нерелигиозный к этому всему отношусь как к набору сказок но тем не менее посмотреть на такие мероприятия достаточно любопытно поэтому запасаемся попкорном наливаем себе там чего хотите в зависимости от времени ваших суток а мы переодеваемся и погнали в порта бело ну что вот мы пришли на остановочку и сидим ждем автобус по старико по старико но на самом деле мы обычно делаем так мы берем такси в порта бело в этим возвращаемся обратно но так как мы хотим сегодня поснимать и там еще говорят есть какой-то фестиваль сегодня кристо негро фестивале говорят даже что туда не пускают но у нас есть мы взяли бумажку называется сальва кондукта а что такое кристо негро это то что я так понимаю черного креста иисуса черный иисус короче мы это все узнать сегодня фестиваль который обычно со всей панамы паломники пешком сюда идут из панама сити и отовсюду но поскольку к вид они хотят это немножко урезать это прикрытие ствяда и прикрыть и вот уже неделю как введены специальные пропускной режим в порта бело то есть ты просто так сюда не можешь приехать и уехать но у нас есть специальная бумажка из марины которая говорит что мы живем в линтон бэй и поэтому нам можно в порта бело но на самом деле для нас это единственная возможность снять деньги с карточки потому что ближайшие тем находятся в полис стейшн в портабелла и продукты купить опять же как официальная версия происходящего можно это будет сделать но мы ждем автобус здесь 12 часов должен проходить автобус я здесь прошлый раз сидела с 10 потому что мне сказали что по расписанию автобус в 10.30 но я пришла к 10.30 и оказалось что в 10.30 автобуса нету как и в 11.30 а вот в 12 он пришел вот сейчас мы пришли в 11.44 чтобы не пропустить не дай бог этот прекрасный автобус вы сейчас увидите какие тут классные автобусы один краше другого у них там именно битва тюнинга диабло рохо и прикольно то что скорее всего он будет абсолютно пустой потому что мы едем практически с конечной станции конечная станция это там еще в четыре километра куда мы бегаем коста-ариба до ждем ждем наш прекрасный автобус вот собственно эта бумажка которая говорит о том что сергей герман живет на лодке мушу которая стоит в линтон бэй марина ну вот в общем с этой бумажкой мы едем один и точно такая же короче автобус нас решил не забирать но он есть человек он в марине работает он сказал сейчас он футболку переоденет и нас отвезет в портабелло за досы долларов то есть за 12 поэтому варианты у нас немного я сюда ехала как-то на за десятку на таком щитбоксе вообще у него все отваливалось дверь была знаешь даже без обшивки это не шитбокс говори по-испански как кахета de merda ага хорошо ну что ты прямо тебя не узнать замаскирована ну ты когда-то давно не выезжал до за пределами а я не хочу что вот мы прошли этот чекпоинт на пути обратно и сейчас нас ждет увлекательная пешеходная прогулка где-то на пару километров вдоль побережья но мы так захотели мы отпустили таксиста чтобы пройти прогуляться одно что мы увидим интересного по дороге мы вам естественно покажем о ресторан ну я думаю что сервеса сода акване я думаю что это все здесь лишь здесь указатель туда ну может сейчас еще просто не время потому что другой таблички закрыта нету посреди табличка вот это вот двери ничего себе ну что заходим смотри здесь это все выглядит так как будто здесь сам дрейк еще пьянствовала вот его голова наверное на пике стоит пират дрейк самый известный пират я киро и ст и доз поя фрита у на плата пара 2 персонал старкого и 2 бутылки с дельба льба ст 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 атлас сеньки сеньки бала ну что пошли где-нибудь сядем где здесь прикольно мы это всегда ресторан проезжали и думали заехать не заехать но он всегда был закрыт потому что это только первый день когда открыли здесь вообще по нами все заведения полуколониальный стиль пиратский пиратский этот ресторан называется дрейк ты знаешь что в портабелло по преданию захоронен на дне лежит свинцовый гроб с телом дрейка ну что друзья ваше здоровье это наш первый ресторан в панаме за пределами марины первый раз ну в общем вот такое вот около пиратское место с видом на могилу дрейка иногда так неплохо остановиться посредине портабелло и во время прогулочки и просто выдохнуть вообще про дрейка известно совсем немного то есть больше легенды чем реальных историй известно что он умер здесь в 1596 году и его тело сбросили с корабля в свинцовом гробу почему свинцовом никто об этом не знает вот где-то здесь этот гроб и лежит на дне вот такой вот я красивую ракулету нашла еще несколько попроще не интересно что внутри фиолетовый а в кроссовке а этот череп даже настоящий настоящий то не знаю может дельфина какого-нибудь мне кажется типа дельфина может быть оси но мастер фавор это я так понимаю суп который с курицей мы заказали выглядит он конечно очень непонятно и очень странно похоже на рагу наверно какой-то или на немецкий гуляш ну вот сейчас мы это все попробуем а ну а ну а ну а ну а ну погрызть то надо эту курицу ну давай ее напополам и заберем домой все что не съедим потому что вряд ли мы это все съедим кепчук будешь нормальная курица такая большая это прямо половина курица аккуратно аккуратно вот не прошло и каких-то полтора часа как мы получили свой обед пообедали даже забрали take away по-испански это будет парой вар о это ресторан вот этот который мы были кости и в испанском языке 2l читается как и еще по испанский не поэлья а как будет поэйя смотрите сколько гнезд да я вам уже говорил что в портабелло сейчас все закрыто и введено масса ограничений чтобы не допустить народ но тем не менее везде стоят рекламы на которых рекламируется кристо негро о лианы не то что лианы тут есть такие деревья на которых штук 10 видов растений на одном растет и монстеры и плющи раз-два орхидеи эти маленькие как геккофит 3 монстера 4 причем такой интересный вид смотрен и дырявые и не до конца листья вот как и не совсем на наши домашние монстеры похожи более обьющиеся так и вот мы подходим к кассов of san jeronimo или кости я д сан хиронима это форт в портабелло который защищал город и защищал залив в семнадцатом восемнадцатом веках до этого портабелло использовался как основной порт по торговле серебром вернее по доставке серебра на основной континент испанию либо на некоторые острова как на перевалочный пункт на карибах наверное нужно было сразу рассказать о том что все вот эти замки которые находятся в портабелло и здание таможни и некоторые другие сооружения находятся под защитой юнеско это организация которая занимается тем что защищает старинные строения и объявляет их наследием поэтому они находятся под защитой и с ними ничего делать нельзя без дополнительных разрешений вот смотрите какой отсюда вид то есть видно что из этих ушек открывается прямо хорошая перспектива для того чтобы все суда которые все корабли которые заходят в эту вухту по ним можно было нормально пульгнуть и защитить акваторию сейчас здесь стоят лодки естественно данный замок данный замок никак не используется то есть увидеть это руины и никак он не восстанавливается но это один из тех замков которые находятся в портабелло то есть это дальний замок который собственно и защищал всю эту акваторию как первично а уже собственно там где находится таможня и сам город там находится другой замок но о нем сейчас я вам конечно же расскажу мы сейчас туда пойдем напоминаю что портабелло переводится с испанского как красивый порт или beautiful порт переводится на английский на данный момент население в портабелло четыре с половиной тысячи человек что давайте немножечко я вам расскажу про историю портабелло портабелло было колонизировано в 1597 году испанским навигатором франциско франциско виларде и меркаду то есть такое у него моряческое имя я так понимаю что это псевдоним это был основной порт центральной америки по доставке серебра это я вам уже говорил так как данный порт был вовлечен в торговлю как вы понимаете это было излюбленное место в котором тусили пираты поэтому собственно дрейк здесь и находился а так как дрейк был сир дрейк то есть он получил каперскую британскую лицензию то естественно британцы всячески пытались навалять испанцам поэтому возле испанского порта дрейк жил просто для того чтобы можно было у испанцев отжать серебро портабелло на самом деле никогда не было спокойно и британцы всячески пытались сделать так чтобы у испанцев и прекратилась торговля а также чтобы у них можно было забрать то серебро которое они навозили в главный перевалочный пункт в центральной америки поэтому в 1726 году сделали осаду города под командованием адмирала францисса хасера большинство людей в этих широтах умирали от не столько от военных действий сколько от всяческих тропических болезней такие как малярия может быть там еще что-то по денге такой с ресничками ой кто это едет пари какой у нас дома в горшках порт старых так интересно они лишь черепицы навезли вроде как они собираются но на самом деле захватить портабелло британцы смогли только в 1739 году когда британский флот из 6 кораблей под командованием адмирала эрдвард эдварда вернона такие сделал осаду города и захватил собственно портабелло и за это британские адмиралы получили награды и медали и наверное часть прибыли от захваченных богатств но в 1741 году испанцы такие забрали портабелло себе обратно была очередная военная операция и британцы получили собственно свои владения обратно к себе в руки итак давайте немножечко разберем историю с кристо негро на самом деле кристо негро также имеет псевдонимы назарена негро негро негрита кристо и санта это статуя иисуса черного иисуса которая стоит в церкви сана филиппа которая была построена по моему в начале 19 века до этого данная статуя стояла в маленькой часовне в городе портабелло но интереснее другое что происхождение данной статуи неизвестно эту статую нашли на берегу и есть несколько легенд с нею связано считается что ее сделали мастера в испании и данные испанские мастера поставили такую же статую в городе манила филиппинах в церкви киппо ходят легенды что данную статую вымола на берег и что она была доставлена колумбийским кораблем который планировал поставить где-то в новом свете эту статую и она должна была приехать в портабелло но так как были крайне плохие погодные условия кораблю пришлось поднять паруса и уходить подальше от берега поэтому они просто скинули с корабля ящик с этой статуи и ее прибило на берег после этого статуя была выловлена местными рыбаками и поставлена в часовню то есть вот это идет история собственно черного иисуса но сейчас эта статуя стоит как я вам уже говорил в церкви святого филиппа и и переодевают два раза в сезон один раз на пасху я так понимаю а второй раз в конце октября месяца то что символизирует окончание сезона дождей я так понимаю хотя здесь все совершенно не точно и это место эта церковь является местом паломничества сюда сходятся люди со всей панамы некоторые приезжают сюда с других соседних стран для того чтобы увидеть собственно иисуса в новой одежде но иисус здесь почему-то черный вот такая вот история у нашего не грито или назарена это вот это вот а а а Здесь полицию и полицейских снимать запрещено, поэтому мы так, проходя по улице, чуть-чуть подснимаем их. А вот мы хотели вам показать вот этот автобус. Его некоторые называют Диабло-Роха, хотя вот именно здесь, в Портабелло, мы такого не слышали. Но это бывшие американские школьные автобусы, которые отслужили свою жизнь в американских школах. И здесь используются, как обычно, те автобусы, которые ездят по определенным маршрутам. Нам нужно купить было скотч. Мы зашли в обычный такой магазин, вот мы вам покажем, в котором продается все. То есть начиная от какой-то там бытовой химией, заканчивая всякими пластиковыми, пластиковым барахлом. Обычный китайский маркет, обычный китайский магазинчик, в котором там продается все, что нужно для дома. Ну что, вот еще один магазин, в котором мы побывали. Это магазин в Портабелло технический. И сейчас пойдем в продуктовый. Покажу вам, как выглядят продуктовые супермаркеты. Но это такой, не самый большой. Здесь есть такая сеть 99 центов, по-моему, или как называется, да? 99? Супер 99. Супер 99. И там, конечно, большие, полноразмерные, полноформатные супермаркеты. А то, куда мы идем, это обычный маленький китайский такой конвиниент-стор, но может быть он чуть-чуть побольше. Конечно, везде полиция, везде Айронавальд стоит вообще полностью. Больше, чем паломников их. Да-да-да, просто их тут сотни по всему городу. КОНЕЦ Так, вот у нас получилось вот такое. Шесть пакетов молока, два сока, йогурт, огурцы за шесть. За это все мы заплатили 26. Марина! Линтонбэй! Все, сели такси. Такс до Марины 17 километров, это будет стоить 10 американских долларов. Это вот рядом с нами есть ее тетечка, и она слушает вот эту прямую трансляцию, которую в церкви, вот когда мы были, они готовили микрофон, увидели. И вот сейчас у них началась прямая трансляция оттуда по радио. Дина? Там непонятно, кто это, правда? Может быть Дина, может быть не очень. Нет. Короче, нас сейчас не остановили на обратном пути, здесь обычно проверка, вот эту бумажку проверяют. Но у нас ее сегодня не проверяли, пропустили таксиста так, ну что было непонятно, кто едет. Было непонятно, Дина это едет или нет. Может местная какая-то. Там перед Диной написано, что продаются маски 3 штуки на доллар, а они стоят 50 штук 5 долларов. КОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОККОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКОКО Ну что, вот мы и дома приехали после этого замечательного мероприятия. Мы посмотрели на праздник на Портабелло, посмотрели на праздник, который называется Черный Иисус. Может стирку заберем? О, она работает. Друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и пишите комменты, что вы думаете по поводу Черного Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok